Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, мальчики, девочки, женщины, мужчины, братья, сестры, мама, папа, низкий поклон. Сегодня сделаем крем-брюле. Рецепт простейший. Все должно быть четко, точно, вкусно. Я взял пол-литра сливок 33%. Жирно, вкусно, очень калорийно. Желтки, сахар, ваниль. Ваниль у меня натуральная, а сливки вместе с розмарином, вот он плавает, нагреваются. Нагреваются для того, чтобы сливки ароматизировать. Значит, пока у нас сливки нагреваются, я их хочу довести практически до кипения и сделать крем-брюле по кондитерскому способу, как мне порекомендовала Лена Наумова, моя старинная подруженца-кондитер, супер вообще мудрая женщина. Первонаперво 100 грамм сахара, вот сюда вот высыпаем ванильку. У меня пока еще стручок, тут остаток, он еще не высох. Так, разрезаем его вдоль. Можно взять ванильный сахар, можно взять химический ванилин, но в идеале хорошо было бы иметь натуральную ваниль. Сейчас ваниль очень тяжело достать, но в интернете она продается, вы можете себе заказать. Вы можете в крупных городах есть кондитерские магазины, где есть ваниль и натуральная, и эссенция есть. А есть еще спиртовой раствор натуральной ванили. У меня он закончился где-то, я покупал в Петербурге, по-моему, или в Казани, не помню. Значит, вот эти вот стручки ванили, остатки без семечек, значит, никуда не девайте. Просто берете баночку, сахар насыпаете, литровую можно. И вот половина стручка вот этого в середину туда вставляете, короче, или раскапываете внутрь его. Банку герметично закрываете, оставляете на недельку, там, на две. У вас сахар заберет весь аромат ванили, и вы можете его использовать в выпечку с ароматом ванили. Вот, поэтому я его не выкидываю, я сюда отложу, потом... Ай, руки пахнут ванилью, божественно. Четыре желтка. У меня, значит, яйцо отборное, то есть большое. Все это выливаю, торопимся, а то... Сливочки сейчас начнут закипать. Пару веток розмарина делают сливки с розмариновым вкусом. Крем-брюле получается, ну, знаете, я не люблю просто, а бы что. Я все, нет-нет, да и норовлю засунуть какой-нибудь первой совы. Крем-брюле уже приготовили все, кому не лень, так же, как и плов и борщ. Но мне хочется приоткрыть какой-нибудь маленький нюанс, который сделает ваш крем-брюле особенный. Хотел сказать, самым особенным. Ну да, почти что самым особенным. Все, четыре желточка. Белочки на безэшечку куда-нибудь определите. Дорогие друзья, напоминаю вам, что в моем интернет-магазине Гаджет Шеф, ссылочка будет внизу в описании, появились и специи, и, значит, появились новые соусы для тех, кто не знает. Вообще-то много всего интересного, кулакухонного, всякие штучки, дрючки, примочки. Ссылку внизу оставлю, вы зайдите, поглядите, может, вдруг вам что интересно будет. О, закипело. Выключаем. Желточки с ванилью и со всем этим добром размешиваем. Потом беру шумовочкой, выкидываю основные крупные стебли розмарина. Тут, конечно, веточки останутся, но это, в общем, я потом протру. Все. И закипевшие сливки с розмарином я что делаю? Правильно. Завариваю желтки. По чуть-чуть лью. Пол-литра сливок. Ну, здесь не идеальные 500 миллилитров, потому что пока закипали, пока там что-то какая-то влага испарилась, туда-сюда, но там немножко потерь есть. В целом округляем все до 500. Значит, со сливочками получается жирно, мощно, плотно, вкусно. Можно для экономии зарядить 50 на 50. Типа молока и сливок жирных, либо вообще взять молоко и добавить туда 20% сливок, а остальное все, ну, желтки, количество желтков повысить. Здесь главное сделать так, чтобы не получилось омлета. Супер, сахар растворился, ваниль растворилась. Розмарин дал свой аромат. Огонь, то, что мне нужно было. Теперь разливаем духовка 100 градусов с конвекцией. Аккуратно выливаем жижку сюда. Ох, как его в каком-то крем-брилле будет больше ванили, чем в остальных последнем. Главное, что все лишнее процедилось. Вот, получается, 4 разные формы. Конечно, сюда это все не войдет. Теперь аккуратно ставим сюда. Воду наливаем комнатной температуры, так, чтобы у нас приблизительно половина объема покрывалась. Вода медленно нагревается, передает тепло и снижает внешнее воздействие температуры. Поэтому приготовление происходит щадящим образом. Вот, видите, вот по этой полоске вот здесь у меня вода. Соответственно, чуть выше свободное пространство. Теперь 100 градусов. Аккуратно, не разбалтывая, не разливая, ставим все это на противень. Смотрим на термометр, у меня как раз чуть меньше 100. 110, поставим. 30 минут. Но лучше 40, сказала Лена. Все, и в щадящем режиме, то есть способ заваривания желтков горячими сливками создает нам большой бонус. То бишь, это упрощает процессы. Можно не заваривать, но тогда есть шанс того, что в сыром виде это все может превратиться в омлет, если вдруг что-то пойдет не так. А тут, как бы, при низкой температуре 30-40 минут, ну и посмотрим. Во-первых, они полностью, крем-брюле полностью не стабилизируется, его нужно будет все равно отправить в холодильник. Хотя разные всякие моменты существуют. Кто-то говорит, в холодильник не надо, полопается. Но так происходит, если у вас получается омлет. Я в плане того, что если вы много желтков докинули туда. Но вот в этой рецептуре 100 сахара, 500 сливок, 4 желтка, чуть-чуть ванили и розмарин, если вы хотите что-то эдакое получить. Потому что розмарин можно, кстати, цедру лайма. Также в сливках проваривать, ароматизировать сливки для того, чтобы для панакотты также, да, когда вы желатин используете. Здесь мы используем желтки для того, чтобы стабилизировать массу. Все, ждем 40 минут и смотрим дальше. У меня сейчас, вы видите, стоит 120 градусов температура. Это потому, что у меня есть еще внутри контрольный термометр, который показывает 100 градусов. Я достаю аккуратно стабилизированный крем-брюле, но он еще не стабилизированный. И уберу его в холодильник минимум на 3 часа для того, чтобы он полностью остыл и стал подходящим для сахарной корочки. Мы все хотим, чтобы все было быстрее. Поэтому, по идее, надо было бы, чтобы всю ночь простояла крем-брюле. Но 3 часа в холодильнике достаточно. Я еще на 15 минут поставил морозилку, чтобы керамика охлаждается и охлаждает. То есть получается вот, что у нас все стабилизировалось. Видите? Жалейка. Ой, какой розмариновый вкус. Так, теперь у нас крем-брюле. Это что такое? Это жженка, да? Поэтому нам нужно аккуратненько, одним слоем посыпать сахар. И вот для этих целей, для крем-брюле идет отдельная тема. Горелочки такие тоненькие. Большая горелка, конечно, это опасность большая. Для меня. Я всегда... Ну, то есть все повара жгут большой горелкой. Это всегда опасность. Все такие, ах, сейчас перегорит. Ах, сейчас вот это не догорит. А маленькая горелка, у нее направленность узкая. Да, еще немножко, как бы он эластичный. Немножко такой, как желейка. Я вам показываю и рекомендую, как бы, а вы уже дальше смотрите. Соответственно, ночь лучше, но я делаю быстрее. Почему много сахара нельзя? Потому что верхние солнечные гореть, они же нифига не будут у вас гореть. Ну, плавятся. Поэтому минимум должно быть. Ну и все. Главное, чтобы сильно черных не появилось. Помнится, мне даже смотрел, когда-то шефа Вивьена, он немножко там поджег. Хотя француз. Настоящий. Вот должно быть все без черного. Черное будет горчить. Этого допустить нельзя. Да, опа. Америка, Европа. Все, давайте скорее пробовать. Есть его нужно обязательно ложкой. Так, самое главное. Проверяем корочку. Есть корочка. Ребята, не просто крем-брюле. Это крем-брюле с розмарином. Потрясающе. Представляю, что будет... Смотрите, текстура ровненькая. Никаких хлопьев. Оп. Вот это происходит. Видите, наклонил немножко, поползло. Это все-таки ночь, надо, чтобы стояло. Но я вам говорю, вот это просто бомба. Очень вкусно. Невероятно. Такой нежный вкус розмарина. И ваниль создает вот десертность, если можно так слово назвать. Ну, все здесь. Корочку давай, корочку. Лубничку. Ребята, фантастика. Какой же он простой. Но в то же время увлекательный. Делюсь рецептом. Пожалуйста, внизу все данные напишу под роликом, потому что это десертная история. Все должно быть четко. Не часто прошу вас ставить лайки, писать комментарии. Мне всегда это приятно. У меня осталось совсем немножко до трех миллионов. Если вы меня поддержите, вот низкий поклон вам за это. Раз уж столько людей пришло и подписалось на мой канал, я думаю, что до трех миллионов мне будет совсем чуточку добраться. Если вы просто порекомендуете, если вы поставите лайк, создадите активность. Я вас люблю. Великолепный, простейший десерт, но с маленькой изюминкой на столе готов. Вам осталось только его приготовить и порадовать своих близких. Пока.